Появление денег и успеха является серьезным испытанием для любого человека. И футболистов в этом плане нельзя назвать исключением. Иногда большие суммы и популярность могут вскружить голову и привести к кардинальной смене ценностей. Высокооплачиваемые игроки зарабатывают миллионы и, помимо всего прочего, участвуют в очень эмоциональной игре, где с нервами может справиться далеко не каждый. Одна часть игроков специально поддерживают имидж плохих парней, вторая, периодически совершая ошибки, находится где-то посередине. Но среди прочих есть и третья группа, которая в первую очередь профессионально выполняет свою работу и поддерживает хороший статус своим образцовым поведением. Сегодня мы расскажем о футболистах, у которых нет хейтеров. Друзья, совсем недавно мы преодолели отметку в миллион подписчиков. И в честь такого грандиозного события в нашем телеграм-канале мы решили разыграть среди наших подписчиков 50 футболок любого клуба на выбор. Просто переходите по ссылке в описании, подпишитесь на наш телеграм-канал и нажмите на кнопку «Участвовать». 50 победителей будут объявлены случайным образом 25 марта в 12.00 по московскому времени. Желаем всем удачи! Ссылка в описании. А мы начинаем! Мохаммед Салах Египтянин принадлежит к тому типу футболистов, который скромно выполняет свою работу и доказывает все не словами, а действиями. В 2014 году нападающий в 21-летнем возрасте оказался в лондонском Челси, где не смог раскрыться из-за специфического характера главного тренера Жузе Мауринью. Бывший полузащитник синих Джон Оби Микель недавно дал интервью в эфире радиопередачи, где рассказал о ситуации, как португальский коуч довел Салаха до слез. Я помню, как в одном матче Мохаммед вышел в стартовом составе. В первом тайме он полностью провалился, из-за чего Мауринью заменил его и отчитал в перерыве перед всей раздевалкой. Салах был настолько расстроен, что остался сидеть в слезах. После своего ухода из Челси египтянин доказал, что на Стэнфорд-Бридж на его счет крупно ошибались. Поиграв пару сезонов в Роме, Салах вернулся в английскую премьер-лигу, где подписал контракт с Ливерпуль. С тех пор прошло 5,5 лет, и сейчас Мохаммед со 175 голами в активе является пятым лучшим бомбардером в истории мерсесайцев и выиграл с клубом всевозможные трофеи. За свою карьеру Салах всегда держался в стороне от скандалов и был сосредоточен лишь на том, чтобы с каждым днем совершенствовать свои профессиональные навыки. Более того, футболист уже несколько лет занимается щедрой благотворительностью. За все время помог построить много школ и больниц у себя на родине, в Египте. Бывший полузащитник Барселоны до сих пор является любимцем публики в Каталонии. В данный момент он уже несколько лет выступает в Японии, зависел Кобе. Но его игра до сих пор остается эталоном для многих полузащитников. Креативный стиль испанца помог ему провести 674 матчи за Барселону и отметиться там 57 голами и 137 ассистами. За свою карьеру Андрес четырежды побеждал в Лиге чемпионов, девять раз брал премеру, а также шесть раз становился победителем Кубка Испании. Не стоит забывать и о достижениях за сборную. Иньеста выиграл с красной фурией два чемпионата Европы и Мундиаль 2010 года, где в финале забил золотой гол в ворота Нидерландов. Хавбек всегда вел себя на поле очень скромно и не лез в стычки. Иньеста славится эталонным отношением к делу, даже в 38 лет выступая в чемпионате Японии. На другой континент Андрес перебрался в 34. Вроде бы не такой уж и серьезный возраст, но полузащитник признавался. Ушел, так как осознавал, что постепенно начинает сдавать. Это был очень добросовестный поступок от Иньесты. Ведь все, что футболист заработал в Барселоне, было получено добросовестным трудом, а не отбыванием номера. Джан Луиджи Буфон 45-летний галкипер и по сей день продолжает выступать на профессиональном уровне, защищая цвета родной Пармы в серии «Б». Его команда в этом сезоне вряд ли оформит возвращение в высший дивизион, ведь в данный момент находится на 10-м месте. Тем не менее, Буфон ранее дал понять, что намерен продолжать играть до 50 лет, как баскетболист Майкл Джордан. Лучшие годы своей карьеры Джан Луиджи провел в Туринском Ювентусе, где 10 раз становился победителем чемпионата Италии и провел 685 матчей во всех турнирах. За сборную Буфон отыграл 176 поединков. Это с отрывом лучший показатель в истории с Куадрадзуры. Главным достижением в карьере Джиджи уверенно можно назвать победу на чемпионате мира 2006 года, где вратарь показал качественную игру и запомнился невероятными сейвами. Буфона по своей натуре нельзя назвать скромником, но этот футболист всегда играл с огромной страстью и жаждал победы всем сердцем. Именно этим он и полюбился болельщикам. Джан Луиджи не бросает любимое дело даже в возрасте 45 лет, и это вызывает к нему еще большее уважение. Тьяго Силва Бразильцу в сентябре исполнилось 38, но это не мешает ему сейчас оставаться одним из лучших центральных защитников в английской премьер-лиге. Даже несмотря на тот факт, что Челси находится на седьмом месте, на Стэнфорд-Бридж футболист проводит уже третий свой сезон, и за этот короткий срок болельщики к нему по-настоящему прониклись. Еще в 2005 году Тьяго выступал в России за московское «Динамо», где врачи ему однажды поставили неутешительный диагноз – туберкулез. «В Москве было ужасно холодно, и в итоге я заболел. Мне пришлось лежать в больнице в течение шести месяцев. Всегда чувствовал себя голодным. Моя мать сказала, что я не выглядел больным, но я не мог двигаться. Врачи сказали, что еще две недели, и я бы умер. Тогда я думал о том, чтобы уйти из футбола». Силва в тот момент всерьез задумывался о завершении карьеры, но поборов болезнь, решил продолжать двигаться к мечте. Игрок вернулся в Бразилию, где после трех лет в «Флуминенце» в 2009 году перешел в Милан. Защитник отлично влился в состав «Росса Нерри» и уже спустя два года сумел стать капитаном команды. Вот только в 2012-м Тьяго принял новый вызов и перешел в более амбициозную команду – французский ПСЖ. Там Силва сдержался аж на восемь лет. В своем последнем сезоне за парижан бразилец дошел с клубом до финала Лиги Чемпионов, где сильнее оказалась Мюнхенская Бавария. Руководство ПСЖ не стало продлевать контракт со своим капитаном, так как считало, что его лучшие годы уже позади. Тем не менее, перебравшись в Челси, Силва в первый же сезон доказал, что на его счет крупно ошибались. Через полгода он воссоединился на Стэнфорд-бридж со своим бывшим тренером по ПСЖ Томасом Тухелем и в мае 2021 года выиграл Лигу Чемпионов. Недавно Тьяго продлил контракт с Челси и заявил, что хочет остаться в команде и помочь ей в сложный период. В списке капитанов команды Силва занимает третье место, и то такой распорядок вступил в силу после ухода Жоржинью. Несмотря на это, сложно сказать, что в раздевалке синих кто-то обладает большим авторитетом, чем бразилец. Кевин де Брюйне Карьерный путь полузащитника Манчестер-Сити во многом напоминает Мохаммеда Салаха, ведь этих футболистов объединяет тот факт, что оба не раскрылись в Челси, но затем оказались в других английских топ-клубах и заставили руководство синих пожалеть о решении с ними расстаться. Бельгийц оказался на Стэнфорд-бридж в январе 2012-го, и после полутора лет в аренде, наконец, получил шанс проявить себя в первой команде. В своем дебютном матче в АПЛ хаффбек отметился голевой передачей, но затем главный тренер Жузе Мауринью резко решил посадить игрока на скамейку. Через полгода Кевин решил покинуть Челси. В итоге это решение оказалось для полузащитника одним из лучших в карьере. Спустя полтора года успешной карьеры за Вольфсбург на Дебрюйне вышел Манчестер-Сити, который вернул игрока в АПЛ. Сейчас бельгийцу 31 год, и на его счету 100 ассистов в чемпионате. Это пятый показатель в истории турнира. Кевин является одним из лучших в мире на своей позиции, если не лучшим. На недавнем голосовании за золотой мяч хаффбек занял третье место, что наглядно отражает его уровень. Дебрюйне находит лучшее решение даже в сложнейших ситуациях, и это делает его по-настоящему уникальным футболистом. В личностном плане игрок является довольно скромным и трудолюбивым. В том числе из-за этого по отношению к нему сложно испытывать какие-либо негативные эмоции. Сесар Аспирикоэта Испанского защитника можно назвать одним из лучших трансферов в истории лондонского Чилси. В 2012 году сделка по приобретению футболиста обошлась пенсионерам всего 8 миллионов и 800 тысяч евро. В своем первом сезоне Сесар не сразу отвоевал место в основе, но со временем все же влился в коллектив. С момента его трансфера прошло более 10 лет. Летом 2012-го мало кто мог предположить, что Аспирикоэта задержится в Чилсе на такой долгий срок и тем более станет для команды настолько важным футболистом. Испанец приходился по душе практически каждому тренеру, который работал на Стэнфорд-Бридж. А все потому, что защитник всегда выкладывается по максимуму и работает на поле за троих. Жузе Мауринью однажды сказал «Дайте мне 11 Аспирикоэт, и я выиграю Лигу чемпионов». Эти слова португальца возникли не на ровном месте. Особенно видел в Сесаре сильный менталитет и большую волю к победе. Более того, защитник был настолько легко обучаем, что со временем стал одним из самых универсальных футболистов ВПЛ. Изначально он выступал на правом фланге обороны. Сперва Мауринью перевел его налево, а уже Антонио Конте поставил в центр при схеме с тремя защитниками. За все время Аспирикоэта успел выиграть с Челси абсолютно каждый трофей, за исключением Суперкубка Англии. На его счету 502 матча за клуб – это шестой показатель в истории синих. Летом Сесар мог покинуть Челси, перебравшись в Барселону, но испанец в итоге все же решил остаться и продлить контракт до 2024 года. В последние полтора года 33-летний Аспирикоэта сбавил обороты, но, несмотря на это, он как минимум остается важной фигурой и одним из лидеров раздевалки. В 2011 году перед голкипером стояла очень ответственная задача – заменить в Манчестер Юнайтед легендарного Эдвина Вандер Сара, который завершил карьеру. Стоит признать, испанский вратарь очень ответственно справился с миссией, ведь сейчас он проводит свой 12-й сезон на Олд Траффорд. Де Хея запомнился как один из лучших голкиперов английской премьер-лиги в 21 веке, ведь Давид порой совершал действительно фантастический сейв. В некоторых сезонах, когда Манчестер Юнайтед испытывал большие проблемы, страшно представить, на каких позициях финишировала бы команда без наличия Де Хея. Летом 2015 года испанец был в шаге от того, чтобы покинуть «Красных Дьяволов» и перейти в мадридский Реал, но этому помешали проблемы с Факсом. В королевском клубе были в ярости из-за ошибки МЮ, поэтому в итоге решили исключить Давида из списка своих целей. Несмотря на интерес Реала, Де Хея всегда сохранял профессионализм и не конфликтовал с руководством. За такое эталонное поведение испанец как раз и полюбился публике Олд Траффорд. В конце сезона пребывание Давида в клубе может подойти к концу, ведь у него заканчивается контракт. Испанец хочет остаться в команде, но главный тренер Эрик Тенхак хочет видеть в команде вратаря, который хорошо играет ногами. Де Хея не соответствует этому критерию, поэтому руководство может предложить ему новое соглашение лишь с двойным сокращением зарплаты и ролью запасного. Ну а совсем недавно мы рассказали про одноклубника испанца Казимиру. В чем секрет полузащитника и как он добился таких высот, можно узнать на нашем канале. Приятного просмотра! Лука Модрич Полузащитнику в детстве пришлось пройти сквозь много сложностей, чтобы достичь нынешних высот. Когда игрок был маленьким, ему приходилось часто сидеть в бомбоубежищах и пережить кончину деда на войне в Хорватии. Тем не менее, юному Луке удалось выжить и сделать себе выдающуюся футбольную карьеру. В 2008 году футболист покинул Динамо Загреб и перебрался в английскую премьер-лигу, где пополнил ряды Тоттенхэмера. Поиграв несколько сезонов за шпор, Хорват помог команде впервые в истории выйти в Лигу чемпионов. В 2011 году полузащитник был близок к переходу в другую лондонскую команду – Челси. Игрок даже признавался, что владелец синих Роман Абрамович приглашал его на свою яхту для обсуждения трансфера. Так или иначе, Тоттенхэм не отпустил Модрича, но через год хавбэк все же ушел, только не в Челси, а в Мадридский Реал. В первое время Лука не особо впечатлял на Сантьяго Бернабеу. Испанская пресса спустя несколько месяцев даже признала его худшим летним трансфером 2013 года. В последующие годы Модрич все же реабилитировался и стал ключевым футболистом Реала. Хорват выиграл с клубом пять титулов Лиги чемпионов и трижды становился чемпионом Испании. Также полузащитник в 2018 году помог сборной Хорватии завоевать серебряные медали чемпионата мира, благодаря чему чуть позже удостоился золотого мяча. На последнем мундиале 37-летний Модрич тоже сверкал и в этот раз помог своей стране выиграть бронзовые медали. Несмотря на свой возраст, Лука продолжает отмечаться показательным отношением к делу и остается одним из лучших полузащитников в мире, который одним решением может перевернуть ход любого матча. Марко Ройс Историю любви полузащитника с Дортмундской Боруссией можно назвать одной из самых трогательных в современном футболе. В юном возрасте игрока выгнали из академии, вследствие чего ему пришлось доказывать свою состоятельность, начиная с низов. В итоге Марко пробился в Бундеслигу, где стал очень важным игроком для Мюнхен-Гладбахской Боруссии. Через некоторое время в Дортмунде осознали свою ошибку, но в 2012-м все вернулось на свои места. Ройс вернулся на «Сигнал» и «Дуна Парк» и в последующие годы стал ключевым футболистом команды. Год за годом шмелей раз за разом покидали важные игроки – Марио Геотце, Роберт Ливандовский, Матс Хумельс. Все эти фигуры в разное время присоединились к Мюнхенской Баварии, главным конкурентам Дортмундской Боруссии. И только Ройс среди всех остальных сумел проявить преданность, несмотря на интерес со стороны ведущих клубов Европы. Марко относится к тому типу футболистов, которые ведут себя скромно, но при этом полностью выкладываются на поле ради команды и помогают молодым игрокам полезными советами. В конце сезона Ройс все же может покинуть Боруссию, ведь у игрока заканчивается контракт. Ходят слухи, что немец может присоединиться на правах свободного агента к Манчестер Юнайтед. Впрочем, все это пока лишь находится на уровне слухов. Садио Мане Нападающий Баварии уже очень долгое время является высокооплачиваемым игроком и зарабатывает миллионы евро в год. Но, несмотря на это, не занимается расточительством и предпочитает не тратиться на дорогие вещи. Кто-то из вас наверняка видел фотографию, на которой сенегалец шел с разбитым телефоном и проводными наушниками. Мане любят на родине не только из-за футбольных достижений, а из-за того, что футболист очень усердно помогает своей стране. Садио инвестировал огромные деньги на строительство новых школ и больниц, а также финансово помогал местным общинам. Нападающий, помимо всего прочего, является очень религиозным человеком. «Я никогда не прикасаюсь к алкоголю. Религия для меня очень важна. Я с огромным уважением отношусь к заповедям ислама и читаю молитву по пять раз в день». Мане перед стартом нынешнего сезона покинул Ливерпуль, где провел пока что лучшие годы своей карьеры. За 269 матчей за Мерсесайцев он забил 120 голов, что делает его восьмым лучшим бомбардиром в истории клуба. В Баварии у Садио дела пока складываются не очень, ведь ему пришлось пропустить солидный срок из-за травмы. К слову, проблемы со здоровьем также помешали игроку принять участие на чемпионате мира, где сборная Сенегала дошла до 1-8 финала. Нголо Канте 31-летний француз является, пожалуй, главным олицетворением скромности в современном футболе. Как и Садио Мане, этот игрок уже долгие годы зарабатывает огромные деньги, но при этом не тратится на ненужные вещи. Главным тому примером является тот факт, что полузащитник до сих пор разъезжает на мини-купере, стоимость которого составляет 10-15 тысяч долларов. Это при том, что Нголо в неделю зарабатывает свыше 300 тысяч. Бывший партнер француза по Лестеру Джейми Варди до сих пор поражается скромностью футболиста. Однажды Нголо опоздал на тренировку и был оштрафован. Когда ему напомнили об этом, он повернулся к команде и сказал, «Как я могу оплачивать здесь штрафы, когда во всем мире есть голодающие люди?» В этом и есть весь Канте. Он отдает деньги тем, кто в этом по-настоящему нуждается. И поверьте мне, что это правда. В Лестере полузащитник оказался летом 2015 года, когда перешел из скромного французского Кана. Полузащитник в своем первом сезоне помог команде сенсационно выиграть АПЛ и зарекомендовал себя как эталонного опорника оборонительного плана. Несмотря на всю скромность в реальной жизни, на поле Канте – настоящий зверь. Игрок готов убрать корпусом соперника любых габаритов или легко отобрать мяч у техничных дриблеров. Всего этого француз достиг благодаря упорной работе и особому отношению к делу. С лета 2016 года Канте выступает за лондонский Челси, где добился еще большего успеха, выиграв все возможные трофеи за исключением Кубка Лиги и Суперкубка Англии. В составе сборной Франции футболист выиграл чемпионат мира в России в 2018 году и тоже заработал себе большой авторитет. В нынешнем сезоне Нголо сыграл очень мало, так как получил травму в августе, из-за которой в том числе пропустил чемпионат мира. Контракт игрока с Челси заканчивается в конце кампании, но ходят слухи, что стороны близки к согласованию новой сделки. Совсем скоро Канте должен вернуться на поле после длительного отсутствия. Посмотрим, поможет ли хавбэк команде хоть немного прийти в себя после кризиса. У каждого из сегодняшних героев есть минимум две общие черты – высокий уровень профессионализма и тяжелый ежедневный труд. Перечисленные характеристики являются фундаментом для других качеств, которые помогают футболистам поддерживать хорошую репутацию. Это может быть скромность, помощь нуждающимся, мудрые решения или страстная игра на поле. Друзья, а есть ли у вас на примете футболисты, которых, по вашему мнению, очень сложно ненавидеть? Напишите свой вариант в комментариях, мы с удовольствием их почитаем. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok